На въезде в город со стороны Минска появится надпись «Гродно», размер которой 10 метров в высоту и 50 в длину. Состоять новое декоративное решение будет из полутора тысяч стелющихся кустарников. Технология размещения экспериментальная. Разметку на месте надписи, а это откос по улице Белуша, уже сделали. Сняли верхний слой почвы и засыпали новой землей. Высаживать там будут кизильник, стелющийся в Гродно. А в декоративных целях его используют впервые. Он идеально подходит для размещения на откосах. Не боится засухи, перепадов температур. Причем круглый год имеет зеленый окрас и не сбрасывает листву. В весенний сезон уже традиционно исторический Гродно заиграет новыми красками. К 1 мая постараемся, если погодные условия позволят. А там, конечно, к 9 мая центр будет максимально все, что успеем посадить. Это будет посажено и будут установлены новые конструкции. В основном наши любимые агератумы, сальвия, бархатцы, петуния, бегония клубневая, бегония всегда цветущая, колиусы разной расцветки, хлорофитум высаживаем, пеларгонии и много чего. Этой весной в Гродно планируют высадить около 400 тысяч цветников, 4228 деревьев и 3118 кустарников. В большей степени украшать будут именно исторический центр, где проходят массовые гуляния. Много сюрпризов ландшафтные дизайнеры готовят к предстоящему фестивалю национальных культур. Озеленять город будут также в течение летнего сезона. Как правило, на улицах областного центра появляются те виды растений, которые устойчивы к городской среде, не боятся вредителей и загазованности.